Уже мы перешили идти на медицину. В медицине есть много разных приложений для теории вероятности. И надо сказать, что это, пожалуй, единственное место, где к этому относятся это очень серьезно. Например, невозможно опубликовать статью по медицинскому исследованию в приличном журнале, если там нет такой очень хорошей обработки вероятности. Если там нет обоснования, как делались выводы из тех или иных данных. Но оказывается, что многие эти обоснования, они опираются на очень простую теорию вероятности. Прямо по совсем детскую. Вот, давайте посмотрим. Тоже начнем с задачи, которая, казалось бы, никакого отношения к медицине, никакой такой, значит, прикладного того, который не имеет. Представьте себе, что решили организовать лабораторию. Хотят набрать, скажем, 8 человек. Здесь лаборатория, а это те, кто не в лаборатории. Значит, не уходят набрать 8 человек, а всего претендентов 20. То есть те, которые не попадут в лабораторию, 12. При этом хотят, чтобы лаборатория состояла из математиков и физиков. При этом, ну вот, среди тех, кто петендует на работу в лаборатории, оказалось, что математиков 8, а физиков 12. Ну и всего 20. Происходил какой-то отбор, там, собеседование, смотрели, как кто соображает, кто там знает законы Ют, кто не знает законы Ют, кто еще что-нибудь. И набрали, наконец. И получились такие результаты. Семь математиков, один физик. Ну здесь, естественно, один математик-забардов, а здесь аж 11 физиков. После того, как так сделали, физики, естественно, возмутились и сказали, ну что это за база, почему такая дискриминация, набрали на одни математики. И решили возмутиться. Но им сказали, ну вы знаете, извините, но так произошло объективно. Никто не пытался разделять математику, физиков, даже вообще не знали, были ли там математики или физики. Вот заходил человек, с ним беседовали, и комиссия ставила галочку, берем такого или нет. А физику, ну или математику, это никто не знал из комиссии. Но физики говорят, да нет, ну не может быть коррупция. Коррупция, явная коррупция. То есть математиков все семь взяли, а физиков почти никого. Ну, мы же понимаем, что если действовать случайно, разполнить эту табличку случайно, ну так вообще могло случиться, правда ли? Давайте посчитаем вероятность того, что так произошло. Вот какова вероятность, что табличка запомнилась? Так, эта табличка называется таблицей собреженности, а то, что мы делаем, обычно называют критерий высоклассием. Ну, это как бы слова. А так, в принципе, давайте посчитаем, какая вероятность, что так получилось бы случайно. Как такую задачу решили? Значит, выбиралось восемь человек, правильно, и скольких? Из двадцати. Какова вероятность выбрать? Сколькими способами можно выбрать восемь человек из двадцати? Сусочетание. Мы сегодня вспоминаем. С из двадцати по восемь. Правда? Хорошо. А сколькими способами же можно сделать так, чтобы оказалось семь математиков и один физик? Значит, сколькими способами можно набрать математика? Ну, можно сказать, что это С из восьми по семь, а можно даже проще сказать, где-то восемь. Просто надо сказать, кого не берем. Правда? А сколько физиков? Двенадцать. Кого берем? Двенадцать. Двенадцать. Сказать, кого берем? Значит, вот вероятность. Давайте посчитаем вероятность, что произошло еще хуже, чем вот эта табличка. Как могло случиться, что еще хуже? То есть, значит, что физиков вообще нельзя. Какая вероятность того, что физиков вообще нельзя? Значит, ну, знаменатель тот же самый, а числитель получится какой? Один. Я не буду сейчас это проделать, можно посчитать чисто и увидеть, что это примерно одна сотая. Вот, знаете, как и тогда рассуждают физики. Вот они приют в суд на то, что дискриминация по дисциплинарным вызывам произошла. И что они будут говорить? Они будут говорить, ну, вот коллеги утверждают, что все было случайно, так получилось. Но вероятность, что могло получиться так, или даже пусть еще хуже, то есть включим сюда не только те исходы, которые получились, но включим сюда и те исходы, которые в более худшей ситуации могли получились. Вероятность этого одна сотая. Ну и дальше там товарищи судьи, богатого в это верить и прочее. Понятно, да? В принципе, это число не означает, что была коррупция. Но она дает возможность задуматься, потому что произошло событие редкое. Это событие бывает один раз на сотню. На этой задаче, на этих рассуждениях построят так называемый тест фишин. Обычно в медицине, там или где-то, когда хотят узнать, когда набирают коррупцию, скажем, на исследование какого-то лекарства. Происходит обычно, ну, грубо говоря, так вот, отбирают больных, отбирают здоровых, да, там, или просто отбирают какие-то, разделяют их на две группы. Одни будут получать лекарства, другие будут получать, скажем, конфету, просто, которую будут выдавать за лекарство. Называется плацеда. Но вот прежде чем рассуждать, кому помогло лечение, кому нет, надо очистить эти выборки от других факторов. Надо понять, нет ли разделения в группы, не зависело ли оно от пола, от возраста, там, от веса, от входящихся болеваний, и так далее. Спрашивается, как это делать? Один из способов, это так называемый тест Фишера. Значит, вот тест Фишера. Это следующее. Вот вы хотите понять, есть ли влияние какого-то признака на разделение в группы. составляется вот такая табличка и считается вероятность получить такую или еще более перекошенную таблицу. И если оказывается, что эта вероятность маленькая, это, конечно, вопрос, что значит маленькая. Вот в статистике часто будет считать маленьким, там все, что меньше там. пяти сотых. Но маленькая, это вот что означает, что если вот вы воспользуетесь, потом получите данные, а потом к вам пойдут с вопросом, почему лекарство не работает, то сказать, вы готовы платить штраф, как часто вы готовы платить штраф, пользуясь таким подходом. Вот если, давайте, если там отместра вероятность одна сотая, это что означает? Что вероятность получить, случайно заполняя табличку вот так, такой результат. Она одна сотая. Это не значит, что ее нельзя получить такой, заполняя ее случайно. Но это означает следующее, что вы, когда получаете такую таблицу, будете потом говорить, что нет, это не случайно, было влияние там и так далее, какое-то. Да? Вы будете ошибаться. В каких случаях вы будете ошибаться? В тех случаях, когда при случайном заполнении табличка была такой. То есть в одном случае на стол в этой ситуации. То есть, значит, действуя так все время, вы вынуждены будете платить штраф в одном случае из ста. Вот если вы готовы платить его в одном случае из ста, то это хороший рубеж, считать, что с этого момента нельзя верить в то, что это случайно заполненная табличка. А если вы готовы платить только начиная с одного случая на тысячу штрафа, то, конечно, вы здесь будете разводить руками и говорить, ну да, да, плохо, но это совершенно случайно. Вот так обстоит дело. Выбирается вот этот рубеж. Какую вероятность мы считаем и маленькой. И если оказывается, что эта сумма вероятности такой таблички и хуже, меньше этого значения, то мы не можем признать, что это было случайно. Значит, что-то влияло. Это не обязательно, что было прямое влияние вот этих, например, математик или физик. Может быть, что-то было косвенное. Может, просто математики наиболее улыбчиво. Собеседование, кто их знает. Но, тем не менее, какое-то влияние присутствует. Дальше это надо изучать. Вот тоже обычная задачка на теорию вероятности. Выбирает. Так у нее очень многие задачи на теорию вероятности из элементарного процесса. Тем не менее, вот за этим стоит дальше тест, который используется. Можно открывать статьи и смотреть. Очень часто применяется. Продолжение следует...